В Южно-Сахалинске стартовал первый этап Кубка по фигурному катанию «Лёд Востока». За звание лучших соревнуются более 70 спортсменов из разных регионов России. На протяжении двух дней участники покажут свои навыки в произвольной и короткой программах. Алена Пяткина сделала свой первый шаг на лёд в пять лет. За это время девочка освоила множество элементов от базовых фигур до сложных комбинаций. Но волнение перед выступлением всё же есть. Благодаря поддержке тренера юная спортсменка с уверенностью выходит на арену. Довольно, довольно, да. Довольно хорошо выступила. Первый сезон, ну, начало сезона для меня это хорошо. Я долго тренировалась. Я не влетала в отпуск, чтобы у меня хоть какой-то был плюсик. И я отложила это в своей памяти. Конкуренцию с сахалинцем составили фигуристы из других регионов Дальнего Востока. Кира Ефименко из Благовещенска. В островном регионе впервые. Девочка уверенно настроена на победу и не боится своих соперников. Я занимаюсь всего два сезона. Ну, это получилось спонтанно, что я пришла в фигурное катание. У меня был день рождения. Я купила сама себе коньки. Ну, и вот как-то так получилось. От этих соревнований я ожидаю только всего лучшего. Надеюсь, сдам разряд. Ну, надеюсь, на место. Фигуристы показывают навыки в разных возрастных категориях от 5 до 17 лет. Представители юношеских разрядов выступают с произвольной программой, а старший – с короткой. Последняя включает обязательный набор технических элементов – прыжков, вращений и дорожек. Это зависит от разряда. Чем выше разряд, тем больше длина программы, тем больше требований к ней предъявляется. Поэтому у всех разные. Кто-то катает полторы минуты, кто-то катает четыре минуты. В островном регионе фигурное катание появилось с 2012 года. За это время сахалинские конькобежцы неоднократно участвовали в различных соревнованиях и добивались побед как на областном уровне, так и за пределами региона. Ну, конечно, ровно все не бывает. Вот сейчас недостаток маленьких детей. Мы очень ждем детей 4-6 лет для поступления в нашу школу, в наши абонементные группы, в которых мы готовим резерв. И хотим, конечно, развивать фигурное катание – вид спорта с ранней специализацией. Надо начинать очень рано заниматься. И чем раньше ребенок придет, тем больше у него шансов войти в сборную и блистать, как говорится, на всероссийском уровне. Состязания завершатся уже в эту пятницу. Победители и призеров традиционно наградят кубками и медалями. Помимо этого, после всех этапов кубка подведут итоги и лучшие фигуристы войдут в сборную Сахалинской области. Эти ледовые спортсмены представят наш регион на зональных соревнованиях Сибири и Дальнего Востока в следующем году.